Приветствую вас, Анжелика. Я думаю, что ни одна женщина не способна воспитать мужчину, потому что она не является мужчиной в принципе. И тот факт, что ваш ребенок занимается Айкидо, в общем-то, по городу не делает какой-либо. Потому что Айкидо это по факту просто занятие. И вот есть момент еще такой, что вы в каком-то смысле сами своего сына считаете трусоватым. Вы так и говорите, что он трусоват. Если вы так говорите, то он это чувствует, что вы о нем думаете, что вы так о нем думаете. И это не может, знаете ли, не быть воспринято в таком достаточно негативном ключе. Вот. То есть, возможно, имеет смысл как-то вот предметрить свое отношение к сыну, да, и перестать его считать обязательно, может быть, трусоватым. Вот. И в большей степени как бы верить в него и в общем-то вести себя с ним не так, как будто он не трусоват, а как будто он самый лучший, самый храбрый, самый сильный и так далее. Ну и, соответственно, и требовать от него того же соразмерно его возможности. Вот. Это то, что можете сделать вы. То есть, больше личной ответственности, меньше ответственной. Ну, каких-то вот, эм, таких размягчающих элементов в отношениях. А вот. Хотя я понимаю, что вы, вам как, ну, как матери хочется его и пожалеете, все такое. Ну, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее, это дальше. А дальше. Что, в вашем понимании, ээээ, воспитать, м, м, воспитать, м, воспитать, мужчину? В твоем понимании это как? Потому что, эээээ, ну вот, хотелось бы, эээээээ, как-то, конечно. Немножко этот момент раскрыть, потому что ваш сын, он уже мужчина, да, он может быть не такой, каким вам хотелось бы его видеть, но об этом он не становится в меньшей степени мужчиной, поэтому, что вы понимаете под воспитанием мужчины, на мой взгляд, очень важно понять, вот. Дальше, значит, что касается, что можно сделать, то нужен мужчинам, то есть в натуральном смысле нужен мужчинам, просто нужен мужчинам, он отметил, что мужчина должен быть, мужчина должен быть, потому что только мужчина может дать вашему ребенку тот самый элемент мужественности, который ему необходим. Вот. То есть если этого нет, если этого нет, то не может быть формирования его как мужчины в принципе. Вот. Поэтому если вы сейчас озаботитесь тем, чтобы, вот, ну, чтобы встретить мужчину, который вам придется подращать, вот, человека, который вам понравится, который будет, ну, которым у вас будут чувства, вот. Вот. Если вы в этом направлении поразмыслите, то в таком случае ситуация может улучшиться, может стать гораздо лучше, вот. Ибо, ибо сейчас, ибо сейчас, на данный момент, все выглядит, вот, просто как, эм... то, что вы предлагаете на себя, эм... слишком, ну, слишком непосильную, непомерную задачу. А, вот, потому что, ну, 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 невозможно, 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 эм... дать, э, ребенку, от того, э, чего нет у вас. Вот. То есть это вот, эм... такой... ключевой аспект здесь, который я очень надеюсь вы... ну, для себя определите. Я очень, очень надеюсь, что вы его для себя выделите, этот, этот аспект. И, все-таки, ну, не будете, эм... ну, требовать от себя, того, что вы не хотите сделать. Вот. А ваша... эм... тревога... ваша тревога... за... своего ребенка не ясна и понятна. Это нормально, что вы... эм... переживаете за него, вот. Ну, нужно... так же здравооценивать и свои возможности, вот, свои... способности и понимать свои ограничения, в том числе. Вот. А вы их, ну, вот, на мой взгляд, вы их не понимаете. Эм... вот, именно свои ограничения вы не отдаете себе отсчет. Вот. Ох ты, эм... ну, считайте, что... можете, ну, справится сам. С самым. Вот. Вот вы хотите не будучи мужчиной, да, вы хотите воспитать... к человеку, к человеку на силу, вот. Это, ну, невозможно, это нереальная задача, вот, поэтому, на мой взгляд, идеально было бы, если бы вы оставили бы, например, вот. Ну, а если бы вы оставили эту задачу все-таки мужчине, потому что не будет идти против своей природы. Вот, мне кажется, что примерно так можно вам ответить на вопрос. Вот, еще раз повторю, еще раз повторюсь, чтобы вы меня правильно поняли. Я знаю, я знаю, что вы беспокоитесь за его сына. Я понимаю это прекрасно, вот, что вы беспокоитесь за своего сына, вот. Но, тем не менее, эм, ну, не, все-таки отдавать, ребят, все в том, что вы реально можете сделать, а что вы сделать не можете, вот. И, в данном случае, речь идет именно о том, эм, что вы не можете сделать, к сожалению. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.